Минувшим вечером на магаданском эстрадном небосклоне зажглась новая звезда. Арина Калитиевская сделала свой первый, но весьма уверенный шаг на сцену, дав дебютный сольный концерт, названный не мудрящей просто «Привет, Ариша». Подробности в материале моего коллеги Игоря Дадашева. Академическая постановка голоса, свежий и нестандартный подход к аранжировкам, довольно придирчивый и строгий современный саунд, тщательная продуманность программы до мелочей, Ариша не упускает ничего из виду, ставя танцы, аранжируя инструментовки и занимаясь рекламной кампанией своего первого сольного концерта. В результате получилось яркое и самобытное, захватывающее зрелище. Ребята молодцы. Когда у нас была репетиция сейчас до концерта, мне показалось, что они немножко какие-то вяленькие, а на концерте они выложились в полную силу, даже не ожидала меня. Илья Бекасов-басист даже танцевал. Путь к успеху начинается с упорного и кропотливого труда. Недаром говорят, что слагаемые успешные карьеры – это всегда лишь 5% таланта, а все остальное – тяжелая и ежедневная работа. Молодая дебютантка имеет в избытке как творческих талантов, так и упорство, сопряженного с давней привычкой к бесконечным репетициям. Все-таки за плечами у Ариши классическое музыкальное образование в классе у такого известного Магаданя-педагога по вокалу, как главный хормейстер музыкального театра и преподаватель хоровой школы Светлана Серенкова. Когда я иду по улице, навстречу мне улыбаются, а рядом мой нежный хмурится, и значит, ему не нравится. Кто-то усмотрит в творчестве молодого автора и исполнительницы собственных песен заметное влияние другой звезды русского рока – Земфиры. Но трудно не заметить в песнях Ариши собственное начало – зримые, яркие, отличительные особенности почерка, как композиторского и поэтического, так и исполнительского. Кто-то вспомнит другую нашу землячку – Диану Арбенину, выросшую в колымской глубинке и ставшую впоследствии выдающейся рок-певицей. Принадлежа к разным поколениям, магаданские рок-дивы схожи в одном – той светлой одаренности и лучезарной доброте, которая не так щедро делится с публикой. На самом деле, мне очень понравилась реакция зала. Все сидели с такими счастливыми лицами, улыбались, я даже в темноте видела эти улыбки. Это очень приятно. Зал был очень теплый, они очень хорошо принимали, и от этого и выступление само было такое, ну, такое на позитиве, радостное. Мне это очень понравилось. И, конечно, меня сейчас эмоции переполняют, поэтому я вам так бурно сейчас это говорю все. В то время, как 21-летняя Ариша еще посещала детский сад, Диана Арбейна уже покинула Магадан и, переехав в Питер, занялась профессиональной карьерой рок-музыканта, поэта и композитора. Успешный дебют Арины Калитиевской, ее уверенность в своих силах и верность тому призванию, таланту, что был неспосланный ей свыше, обязательно приведет ее в свое время на вершину отечественного рок-олимпа. А всем нам еще неоднократно подарит радость общения с молодой певицей и гордость за колымскую землячку. Игорь Дадашев, Павел Степанов, Эхо дня. И на этом все. Вы смотрели информационную программу Эхо дня. В студии для вас работал Антон Шеллер. Всего доброго.